Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодняшний день на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги Иисуса Новина. И сегодня мы будем делать обзор 19 главы. 19 глава продолжает тему, которая начата в 18 главе, в ее окончании. Далее здесь перечисляется с первого стиха и ниже, что получило племя Симеонова. В окончании 18 главы говорилось о том, что получило племя Вениаминова. А здесь начало главы, что получило племя Симеонова. Второй жребий вышел Симеону, колену сынов Симеоновых по племенам их. Это 19 глава с первого стиха, а по девятый стих. Перечисляются эти земли. Далее земли, принадлежащие племени Завулонову. Третий жребий, выпал сынам Завулоновым по племенам их. Это с 10 стиха по 16 стих. Мы не будем комментировать эти тексты, потому что здесь только перечисление разных названий, местностей. Далее земли, принадлежащие племени Иссахарову. С 17 стиха по 23 стих. Далее земли, принадлежащие племени Осирову. С 24 стиха по 31 стих. Земли, принадлежащие племени Иефалимову. С 32 стиха по 39 стих. Земли, принадлежащие племени Иданову. С 40 стиха по 48 стих. И с 49 стиха и до конца говорится следующее. «Когда окончили разделение земли по пределам ее, тогда сыны Израилевы дали среди себя удел Иисусу, сыну Навину». Вот здесь мы видим, что первый жребий бросается в честь младшего Вениамина. Он вообще был младшим из братьев. А по разделу «Земель среди колен» последним становится вождь народа Божия Иисус Навин. Вот это пример скромности. Кто хочет быть первым, да будет всем слугою, да будет последним, как учил Господь наш Иисус Христос. Ибо Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. «Когда окончили разделение земли по пределам ее, тогда сыны Израилевы дали среди себя удел Иисусу, сыну Навину, по повелению Господню дали ему город Фомнав, сарай, которого он просил на горе Ефремовой, и построил он город и жил в нем». Он не берет в себе какую-то землю, он берет в себе гору, на которой строит некое поселение, где достаточно скромно проживает. Он не чувствует себя царем среди своего народа, хотя функции его были как бы царские. По отношению к нему вожди каждого племени – это Сарим. Сарим – это князья по-еврейски. А он малых царь, но он религиозный лидер, он же еще и пророк. А религиозный лидер не может иметь каких-то личных земных интересов. Он живет интересами общины, потому что он человек общины, человек церкви. «Вот уделы, которые Ильязар, священник Иисус Навин, и начальники поколений разделили коленом сынов Израилевых по жребию в Силоме, пред лицом Господнем, у входа с киньи собрания». Вот это и означает «пред лицом Господнем, у входа с киньи собрания». А не в том виде, что лицо появилось Божие. Нет, конечно. И кончили разделение земли. То есть последним стал тот, кто был первым в еврейском народе. Я часто объясняю, что вот эти книги, книга Иисуса Навина, книга Судей, книги царей, они являются учебником политической жизни, политической и военной жизни народа Божия. Поэтому, когда особенно правители читают эти книги, они должны учиться у древних правителей, как себя вести, как проявлять скромность совершенно необходимую, иначе какой смысл их правления. Итак, мы сегодня окончили обозрение 19 главы. Если будем живы, Господь позволит. В следующий раз мы будем делать обзор 20 главы этой книги. Спаси Христос, берегите себя. И подписывайтесь на библейский портал Экзегет, чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. Субтитры создавал DimaTorzok